всем привет дорогие друзья а вот и мы мы находимся в городе якутске больше недели я здесь приехал с отцом отец у меня приболел вот бегаем по больницам такая вот история так что не теряйте меня и мы сегодня сходим с вами в музей я кое-что вам покажу оставайтесь на канале сегодня нам расскажет об этом экспонате об этом тигре методист музея имени ярославского диана семеновна добрый день я вот в этом доме музея имени ярославского работой с 18 года получается вот третий год как методист по музейные дела здесь я как экскурсовод и этот музей очень всем вот посетителям нравится потому что здесь мы стараемся рассказать сначала создание музея нашего якутского до областного музея и вот развитие музея до советского периода он был выставлен музее как экспонат как ну как бы уникальный да потому что этот тигр мы говорим нашим случайно попал территорию вот уж майского улуса за хребтами и этого улуса находится хабаровский край поэтому вот амурский тигр он же отличается вот из тигров агрессивностью да и очень ну как бы агрессивный и расцветка но очень красивая потому что вот полоски да они совсем белые и с оранжевыми и с желтыми полосками в то время вот ноябре же убили охотники из четырех человек вот михаил захаров петр захаров атласов да и еще вот один охотник и они вот попали на след да вот этого огромного тигра и конечно были человеческие жертвы один из них был убит этим тиграми одного сделал инвалидом и вес этого тигра 240 килограммов было да а вот который из них вот михаил захаров да он же ему судьба подарила долголетие он жил до ста семи лет и когда ему было по 90 он приезжал вот 50-е годы посмотреть на своего тигра так музей посетил музей и в книге написано что он был недоволен потому что их тигр ростом стал меньше да ну сок высох сейчас 116 жилет этому тигру и расцветка не понравилось потому что как пламя вот огня была да вот на белом зиму и и поэтому старик уехал недовольный и но конечно вот чучело сделал сразу за два года вот дуглас который прооператором работал вот экспедиции и потом конечно в то время и материалов не было да поэтому больно как-то некачественное получилось и потом реставрировали сделали вот каркас и там почистили вот эту скорую да помыли и потом сделали тоже и вот до сих пор вот стоит экспонат а можно вопросы ли я вот читал то что тигр был замечен в те времена это же 1905 д я читал говорят в других тоже мы видели следы в усть-валданском вроде районе тоже видели следы тигров еще где-то видели следы тигров но убили вот усть-майсиком вот именно убили до тигра но следы как ну по разным отзывам еще в разных районах видели мог в те времена в те времена наверно побывал несколько или к потому что вот в истории например написано что так случайно попали вот это тигр да еще вот сорок третьем году нашли у реки тоже вот по моему тоже усть-майском районе да замерзцева уже мертвого мертвого коченелова сорок третьем году это было причина их появления вот в таких вот крайних наших условиях ноябре тем более это туз находится вот ну как граница хабаровским краем вот только вот хребты за хребтами вот находится ну в наше время то больше такого не было нет потому что более наверное умными стали тигры а может условия другие были погоды погода может другая был потому что у нас такие холода не только в приморье вот для них приморье самое то по погоде видел видео где они на дорогу выходят там даже вот недавно видел видео где в ограде тигр прыгал для них в приморье это как бы понятно вот у нас в якутии это большая редкость да конечно большая редкость и вот этот большой же самый огромный тигр же он же два метра веса 240 а хвоста на вот этот 3 мой нет хвост метр длина ну да сейчас он так выглядит как игрушка плюшевая на свое время ужас наводил даже 240 вот по глазам конечно читал что по разным версиям трое охотников было бы это сержанцев до охотники были у них ружья были или копия недавно вот посетил посетил наш музей внук этого михаила захарова он же работает главой села тумбул и он рассказал что сначала увидели вот ну в то время все мужчины вот они же пропадали вот днями ночами вот ну несколько дней вот охотились же да поэтому вот женщины увидели там вот домашнего животного корову что ли да зудро а задра и поэтому когда вот приехали вот мужья они ставим ставили вопрос конкретно чтобы сразу ну как бы охотиться вот надо поэтому они вот специально подготовились на там на несколько дней и вот пошли на охоту и конечно вот обратно сначала привезли вот убитого охотника да и раненого потом поехали на второй раз вот за уже за убитыми а вот у меня вопрос еще у них ружья были ли копья одно ружье было оказывается да и он бог не топор поэтому вот даже вот видно да вот эти ударяли лево топором до чтобы защитить и ну попытались защитить своего да и вот лом топор и вот одно ружье только было а это ружье первый раз не смог осечка а вот я читал то что еще версия такая есть то что они шли на тигра но они не знали что это тигр то есть они даже раньше в глаза не видели это животное женщины как бы мельком вот они увидели поэтому вот рассказали же своим и полька по рассказу только они пошли то то есть шли и даже не знали на кого идут бы до шли не знали потому что вот такой огромный зверь он же этот один прыжок сделал и сразу вот даже потеряли вот с глазу не видно было куда он мы очень устрашающий даже осталось от него только так скажем мумия но габариты очень мощные большие действительно встретив такого тигра и не убежишь и но дорогие друзья приходите в музее смотрите экспонаты вас встретят здесь все расскажут объяснят это сколько он уже находится в музее по времени 116 лет тому назад до ноябре же убили но но через два года уже сделал чучело дуглас да и как экспонат уже был выставлен получается 114 14 все спасибо вам за рассказ но такая вот история дорогие друзья тигра убитого в ушмайском районе охотниками из села ижанцев надеюсь вам понравилось ижанцы находится примерно 60 километров от нашего поселка восьмая где мы рыбачим вот такая вот история до новых встреч